на занятиях по воп контексту мы сделали с вами вот такую стенку я вам говорю что она нам еще пригодится ну собственно она сейчас нам и пригодится потому что мы сделаем ее небольшую модификацию с помощью чоп контекста мы там сделали вот такой offset для переворота плашек и сейчас мы это повторим на чоп контексте ну и плюс какие-то дополнительные модификации сначала я выключу фонд чтобы у нас это побыстрее крутилась теперь выключим рандомное поворачивание это у нас было где-то здесь time добавляется anti-lizet noise и это выключу тут поворачивается все одинаково теперь вопрос где нам нужно внедрять наши чопы в каком месте мы должны изменить атрибуты но определенно перед тем как мы их будем использовать то есть между нодой ramp и rotate вот здесь мы создаем атрибут который называется а и важно что он на точках а здесь мы его применяем значит двигаем вниз пишем нулик вот такой пишем ту чопс и network так заходим геометри нам нужна нода ту чопс забираем анимированный атрибут а таком же состояние с таким же именем и вот он у нас так он выглядит теперь нам нужно добавить рандом я сразу делаю ноду out таким образом но до ченнесс чтобы сразу настроить экспорт так чоп нет out анимированный а туда же а не возвращаем что мы получаем сейчас мы получаем то же самое без изменений но данные сейчас проходят через чоп контекст заходим нам нужно добавить небольшой shift так вспоминаем random$t только надо нам контролировать насколько делать разброс давайте добавим параметр назовем его рандом от 0 до 1 это будет у нас множитель копируем и умножаем на это значение сейчас мы рандом полностью убрали потому что 0 начинаем прибавлять и рандомчик у нас добавляется но только уже с помощью чоп контекста отлично и вторая модификация это остаточное движение это у нас будет много spring как она будет работать смотрим я включу real time нажмем play вот они у нас крутятся и потом что некоторое время их колбасит как будто по инерции давайте посмотрим что происходит у нас здесь spring и включим то что было и вот эту ноду так слишком сильно их разбросала давайте поменьше сделаем если больше масса их больше колбасить будет это поменьше массу а дампинг побольше дампинг это сила затухания скажем вот так лейблы можно выключать чтобы не мешали немножко их трясет под конец можно чуть побольше добавим массы смотрим ну довольно неплохо небольшое остаточное движение все возвращаемся и можно сказать мы дополнили наш ассет новыми анимационными фишками